Добрый день дорогие друзья, вы смотрите канал Экстейт. Сегодня мы рассмотрим с вами 45 интересных фактов о мебели. Не так давно я выпускал экспериментальное видео с фактами о психологии, условием которого было собрать 1000 лайков, чтобы в моих видео не произносилось слово «факт». Хочу вас поблагодарить, потому что вы собрали 1000 лайков. Но хочется вас попросить, чтобы такую активность вы проявляли под каждым новым видео. Ведь это помогает новые работы увидеть новым и старым зрителям. Поэтому прямо сейчас прожмите большой палец вверх, и если вы здесь впервые, подпишитесь на канал. Возьмите себе что-то вкусное и поехали. Первая мебель была сделана из кости и камня. Вплоть до пятого века до нашей эры мебель не изготавливалась из дерева. Для современного человека это звучит странно, согласитесь. В России первые кровати появились лишь при Петре Первом. До этого люди использовали для сна печи и лавки. Петр Первый принес множество новшеств в Россию, и кровать не стала исключением. Самой древней мебелью считается та, которую нашли при раскопках египетских пирамид и захоронений древней Месопотамии. Были найдены совершенно разные предметы интерьера. Скамьи, стулья, шкатулки, популярные в то время сундуки. Большая часть предметов была изготовлена из дерева и камня. Также использовались кости животных. После смерти фараона мебель, которой он пользовался при жизни, помещалась вместе с ним в гробницу. Только в пятом веке до нашей эры в Древней Греции для производства мебели стали использовать дерево. До того момента кровати и лавки греки делали из камня. Изобретателями мягкой мебели считают древних римлян. Именно они начали обивать мебель шкурами животных. Хорошо известный по многочисленным историям, книгам и фильмам Мефюзи Аль Капоне, по официальным документам считался продавцом мебели. На его визитной карточке значилось «Альфонсо Капоне, торговец старинной мебелью». Родоначальник электрической лампочки Томас Эдисон в 1911 году пытался начать свой собственный мебельный бизнес, представив коллекцию мебели из бетона. В отличие от лампочки, бетонная мебель не сыскала популярности. Первая мягкая мебель стала активно появляться в замках европейской аристократии. Это был рассвет классицизма, но еще раньше знать различных стран использовало большое количество подушек, набитых перьями различных птиц, чтобы сделать свои ложа более удобными. А знаете ли вы, что существует памятник кровати? Он расположен в США. Как можно догадаться, монумент выполнен в виде каменной кровати. Автор композиции является искренним поклонником предметов интерьера. Продолжаем тему памятников. В центре Москвы есть монумент, посвященный табурету. Композиция имеет высоту 3 метра. Огромный табурет является одной из малоизвестных и зимних столиц. А если вы хотите знать больше достопримечательностей Москвы и других городов и стран, то обязательно посетите плейлист «Тысяча достопримечательностей», которые есть на моем канале. В нем я рассказываю про различные достопримечательности, которые вы можете встретить. В 16-17 веке французские короли привычно принимали своих подданных прямо в спальнях, лежа в постели, украшенных балдахином. Но в те времена балдахин служил больше для тепла, чем для красоты, так как во дворцах было очень холодно. Одним из первых матрасов, походивших на современные, набивались конским волосом и водорослями. Постель, набитая пухом и перьями, всегда считалась элитной, поскольку ее изготовлением занимались только опытные мастера, а производственный процесс занимал очень много времени. При дворе короля Людовика XIV особой привилегией считалась возможность сидеть в присутствии королевской семьи. Чтобы сидеть было не слишком комфортно, обладателям привилегии приносили табурет. В придворном табеле о рангах даже была должность табурета-носильщика. Людовику XIV принадлежала и самая большая коллекция кроватей. Их у него было 413 штук. Мало кто знает, что еще в 1895 году некий господин Линфорд Рут пытался создать надавную мебель. Стоит сказать, что идея этого джентльмена не увенчалась успехом, так как он пытался паром накачать матрасы в вагонах поездов. Да и рановато было для подобного тренда на рубеже 19-20 веков. С 2009 года самым дорогим предметом мебели считается кресло с драконами. Создателем этого произведения искусства является Эллен Грей, признанный классик в области дизайна. На аукционе данное кресло было продано за рекордные 28 миллионов долларов. Кресло с драконами за 28 миллионов долларов. Известный музыкант Джон Леннон обладал очень интересным вкусом. Все дело в том, что вся мебель и даже ковры в его апартаментах были полностью белого цвета. Стены в его апартаментах также были белого цвета. Согласно исследованиям, больше всего на мебель тратится житель Германии, а самыми экономными оказались россияне. На свете существует летающая кровать, которая парит в воздухе при помощи силы магнитов. Предмет изобрел ученый из Голландии. Кровать выдерживает огромный вес, до тонны. Но обычно продавцы называют летающими кроватями. Предметы мебели, основание которых не имеет опор, а крепится на изголовье. Такая мебель повсеместно представлена на рынке. В китайской мифологии есть божество, отвечающее за кровать. Чоншень в его обязанности входит охранять спальню и ложи, а также даровать потомство и здоровый сон. Люди творческих профессий в любой момент могут дать вторую жизнь даже самым бесполезным вещам. Решение о разработке мебели из деревянных поддонов было придумано теми, кто не желает вкладывать большие деньги для благоустройства загородного коттеджа, дачного участка и так далее. И действительная их конструкция позволяет создавать полноценные функциональные системы для хранения вещей, а также необычные декоративные детали интерьера. Известная книга и фильм «12 стульев» имели под собой очень много правды, так как действительно в стуле можно было найти золото и деньги. Так было раньше. Люди пользовались подобным способом сохранения своих сбережений. Если два человека купят два совершенно одинаковых кресла, то через некоторое время эти кресла перестанут быть совершенно одинаковыми. Кожа очень интересным образом адаптируется под конкретного человека. Да и потом есть множество различных иных факторов. Время, влажность, температура и, конечно же, антропометрические данные человека совместно с его уровнем гигиены и отношением к предмету интерьера. Сначала был стол, потом появилась кровать, третьим изобретением мебели стал шкаф. Предками современных шкафов были обыкновенные сундуки, которые постепенно росли в высоту. Считается, что первые шкафы появились в феодальной Европе, откуда и распространялись по всему миру. Шкафы средневековья были похожи на копии замков, башенок, колонн и даже деревянных скульптур. А если вы хотите знать больше интересных фактов о Европе, не так давно выходило видео на эту тему на моем канале. Сегодня сложно выяснить, кто придумал шкаф-купе. Чаще всего авторство таких шкафов приписывают Наполеону, который приказал организовать в небольших квартирах офицеров раздвигающиеся ширмы, за которыми пряталось обмундирование. Благодаря этому жилье содержалось в чистоте и порядке, а мундиры в отличном состоянии. Комод. Так называемый ящик в ящике. Был изобретен чуть более 300 лет назад американцем Томасом Элфом, легендой мебельного производства. В его родном городе Чарльстон, в зависимости от сезона, обеспеченные люди часто переезжали в летние или зимние дома, а переместить три маленьких части шкафа легче, чем одно большую. Высокая барная стойка и барные стулья также впервые появились на Диком Западе. Такая стойка выполняла роль защитного барьера и спасала хозяина от пуль. Под стать барной стойке вытянулись и барные стулья. Они давали возможность по-быстрому опрокинуть стаканчик, рассмотреть ассортимент напитков и поговорить с барменом. Первый письменный стол появился в 17 веке. Ящики в нем располагались ниже столешницы, поэтому работать за таким столом приходилось стоя. И только спустя некоторое время мастера переместили ящики в сторону. Друг Марка Твена как-то пожаловался писателю, что боится спать, потому что ему все время кажется, что под кроватью кто-то есть. «Не бойся», — посоветовал Марк Твен. «Просто отпили у кровати ножки». А какие еще вы помните советы Марка Твена? Напишите в комментариях. Мебель издавна привлекала внимание знаменитых архитекторов и художников. Проектированием кресел занимались Франческо Растрелли, Антонио Ринальди, Чарльз Кэмерон. Великий художник Сальвадор Дали был автором дивана в форме губ, эпатажной кинозвезды Мэй Уэст. В 1988 году этот диван был продан за 90 тысяч евро на аукционе. А узнать еще больше про Сальвадора Дали и других великих художников вы сможете из видео, которое выходило на моем канале. Подсказку на него я оставлю в правом верхнем углу. Посмотрите чуть позже и его. Продавать мебель с помощью каталога придумал Томас Чиппиндейл. В 1754 году он опубликовал роскошный каталог, где были помещены 160 гравюр и первое описание пяти классических направлений в архитектуре и в мебели. Книга предназначалась для формирования вкуса аристократов, но инструкции были ориентированы на краснодеревщиков. Самым дорогим предметом мебели считается кабинетное бюро Бадминтон, созданное в 18 веке. Его стоимость в декабре 2004 года составляла 19 миллионов 45 тысяч 250 долларов США. Ранее, в 1990 году, бюро было приобретено за рекордные 15 миллионов 178 тысяч 20 американских долларов. За него было уплачено из личных средств Ганса Адама II, князя Лихтенштейна. Данное бюро вы видите сейчас на своем экране. Как оно вам? Напишите в комментариях. Девять лет назад англичанин Гэвин Монро посадил первые 3000 деревьев и основал компанию, которая выращивает мебель. Для этого концы молодых деревьев обрезают, соединяют ветки в единую конструкцию. Когда ствол окрепнет, каркас снимают. На каждое изделие приходится в среднем 10 веток и 100 побегов. В зависимости от дерева стул выращивается за 2-4 года. Сейчас мебельная фабрика ежегодно производит около 50 единиц готовой продукции и 400 наименований. Конструкторы считают, что будущее за умной мебелью. В 2008 году инженер Стив Норрис изобрел роботизированный пуфик, самостоятельно передвигающийся по квартире пользователя. Но мы-то с вами уже в 2023 году знаем, что и умный дом можно сделать. Так что этим нас не удивишь. Прототипом всех шкафов является дупло в стволе дерева. Природное место для хранения различных вещей. В среднем срок эксплуатации дивана составляет около 8 лет. А если быть точным, 2958 дней. Кстати, по подсчетам ученых, люди в среднем проводят на диванах около 4 часов в сутки. Что скажете, право ли ученые? Качественная мебель – одна из самых дорогих покупок среднестатистического человека за всю жизнь. На первом месте по цене стоит недвижимость. На втором – машина. А третья позиция достается предметам домашней обстановки. Многие ошибочно полагают, что бинбек вызывает сколиоз. В реальности кресла-мешки признаны не только безопасными, но и полезными. Они повторяют изгибы вашей спины, а потому снимают напряжение с поясницы. Чего не скажешь об обычных стульях. Кроме того, исследования показали, что пуфы помогают справиться с бессонницей. Один человек в 1857 году получил патент на изобретение полок для сыра чиз-шельф. Сегодня мы называем эти полки стеллажами и используем не только для хранения продуктов. Полочные стеллажи незаменимы на складах, в библиотеках и торговле. В книге книг вы никогда не найдете упоминания о стульях. Это слово ни разу не встречается в священном писании. За 10 лет использования матрас становится тяжелее в два раза по причине накопления полевых клещей и продуктов их жизнедеятельности. Чарльзу Дарвину мы обязаны офисными креслами или креслами на колесах. Более двух столетий назад он добавил к собственному креслу колесики, чтобы ускорить передвижение по кабинету. Обладательницей самой большой кровати 19 века была кортизанка Лапаива. Площадь ее кровати равнялась 10 квадратным метрам. Сломанный стул. Монументальная скульптура в Женеве. Высота деревянного стула с обломанной четвертой ножкой 12 метров. На его изготовление пошло 5,5 тонн дерева. В Греции русские туристы установили огромное кресло. На монументе написано «Отдохни и улыбнись в самой южной точке Европы». И подобных памятников мебели можно еще много найти по всему миру. Знаете ли вы еще, где есть памятники мебели? Напишите об этом в комментариях. В каждом доме есть мебель. Она является неотъемлемой частью интерьера и нашей жизни. Предоставляя удобные места для отдыха, принятия пищи, хранения одежды, посуды, книг и так далее. Поставьте большой палец вверх и подпишитесь на канал, если вам было интересно узнать новые факты о мебели. А также не забывайте, что на канале ранее выходило много интересных работ. И не ленитесь посмотреть видео, которые вам понравились. Если вы не согласны с каким-либо фактом из моего видео, присылайте тайм-код на него и развернуто высказывайте свою мысль. Подискутируем. А также пишите в комментариях, какие еще вы знаете факты про мебель. Мне было приятно делать это видео для вас. До новых встреч. Пока.